Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия ответила Западу и ввела запрет на поставку ключевого товара для производства полупроводников. Правительство России в ответ на введенные западными странами и Тайванем ограничения на поставку России современных процессоров и полупроводников ввела ограничения на экспорт неона и других инертных газов, необходимых для производства полупроводников, микросхем и компьютерных чипов. Принятые российскими властями ответные меры создадут реальные трудности для американских и тайваньских IT-гигантов и вызовут резкий дефицит полупроводников в мире. Постановление правительства России вводит временный запрет, пока до конца текущего года, на экспорт из России неона, аргона, гелия, ксенона и других инертных газов, критически важных для производства полупроводников. А Россия является мировым лидером в объемах экспорта данных товаров с долей в 30%. Теперь поставки инертных газов из России возможны лишь по особому распоряжению правительства России и по предложению Минпромторга. Отмечу, что помимо России, в тройку лидеров в объемах экспорта инертных газов входило Украина и Китай. На Украине неон производился в крупных объемах на Мариупольском заводе Ингаз и на Одесском Крион. Оба украинских предприятия 100% сырья для производства неона получали из России. В марте месяца поставки российского сырья на территорию Украины прекратились и украинские заводы остановили производство. При этом украинские предприятия обеспечивали неоном до 90% от суммарных потребностей американских IT-компаний и до 40% потребностей тайваньских технологических компаний. Прекращение экспорта неона с территории Украины вызвало ценовой шок на рынке. Цена на неон за две недели выросла в 9 раз. Оказалось, что его практически неоткуда больше получить в промышленных объемах. Альтернативные поставщики, Россия и Китай наращивать поставки неона в западные страны не стали. А теперь Россия и официально прекратила экспорт инертных газов в любые страны, чтобы не допустить возможности покупки российского неона компаниями из недружественных стран через посредников. Помимо неона, Россия прекратила экспорт ценного гелия, аргона и криптона. Крупнейший мировой производитель технических и медицинских газов, необходимых для работы оборудованием в сфере микроэлектроники и здравоохранения, французская компания Air Liquid на 100% зависела от поставок из России сырья неона, гелиевые смеси. Эксперт отмечает, что западным странам придется договариваться с Россией, которую невозможно заменить на рынке поставки инертных газов, необходимых для работы лазерного оборудования и лифографов. Субтитры создавал DimaTorzok